В их руках будущее региона. Вячеслав Федорищев встретился со студентами Самарского университета, чтобы рассказать о своем студенческом опыте и обозначить первоочередные задачи, которые сейчас стоят перед командой правительства региона. Мы сейчас готовим большую программу развития региона. Это не бумажка ради бумажки. Мы хотим за полтора месяца такой вот вдумчивой работы, реальный план действий для себя обозначить. Очень просто. У нас есть ресурсы. Ресурсы – это бюджет. Ресурсы – это те или иные программы, в которых мы участвуем. А самый главный ресурс – это люди. Да, у нас не такой сильный бюджет. Пока что еще мы сделаем его сильным обязательно. У нас не так много программ, где мы участвуем, получаем поддержку. Еще не везде. Мы получим обязательно. Общаясь со студентами, глава региона рассказал, что задачи, которые им предстоит решить в дальнейшем, многофункциональные. Задачи большой команды и нужно настраиваться на высокую производительность. Он рассказал, что когда учился на первом курсе, получил от ректора такое напутствие. Если вы будете хорошо учиться и поступите на ответственную работу, на этой работе будете стараться, будете трудиться, будете по 12 часов в день работать, я думаю, 12 часов в день, то, может быть, вас оценят, вы станете более ответственным начальником, и вы будете работать по 16 часов в день. Одна из студенток спросила в Рио губернатора, как он планирует повысить уровень выявления проблем региона. Он ответил, что эта работа уже ведется. Глава области также напомнил, что сейчас создается объективная точка сбора информации – ситуационный центр губернатора Самарской области, в которой все министерства будут представлять объективные данные. А также поручил организовать для активных студентов Самарской области стажировку в правительстве региона. Виктория Шара и события.